Мне кажется, вообще разруха какая-то и ничего доброго. Завершить благоустройство долгожданного парка за ривьерой, который второй год находится в стадии строительства, в Бийске во что бы то ни стало намерены в 2022. В администрации уже направили письмо в край с просьбой выделить деньги на проведение работ. Ответ еще не получен, но рассчитывают, что он будет положительным. В сентябре руководитель регионального парламента Александр Романенко обещал оказать содействие. Поэтому давайте мы все вместе проработаем, чтобы действительно очень хороший объект, очень большой объект, очень нужный сегодня городу Бийску. Конечно, ну были проблемы, но надо их поправлять, а действительно, чтобы объект в последующие годы был все-таки в полном объеме введен. Это очень Бийску нужно. Люди были счастливы, когда пустырь попал в программу благоустройства в рамках национального проекта, который реализуется при поддержке «Единой России», рассказал руководитель инициативной группы Виктор Конончук на встрече с депутатом Государственной Думы Александром Прокопьевым. Но позже настроение поменялось. Уже на этапе разработки и согласования проекта возникло непонимание между жителями и администрацией. Сложилось устойчивое мнение у граждан. Вот нежелание нашей администрации слышать и слушать граждан. Сейчас, пока еще не приступили к работам, есть время для диалога и есть возможность внести корректировки. Люди просят оправдать название микрорайона, сделать парк действительно зеленым. Бийчане хотят видеть больше деревьев. Проект неудачный. Сплошная жара будет здесь. Как люди будут отдыхать? Зелени не хватает. Ну, еще можно фонарей побольше. Потому что тут летом, вот так вот, и осенью тоже много народу гуляет. Главное, вот здесь порядок бы навели. Зелени побольше. Вот хорошо дети гуляют. Мама молоденькая с ревестишечками. И мы бабушки и дедушки. От первоначального проекта, который разрабатывали активисты, в Бийской мэрии практически ничего не оставили. На бумаге даже вырубили десятки деревьев. Меньше зелени, меньше проблем с уходом. Видимо, так решили чиновники. А ведь можно смонтировать ей систему полива. К озеленению нужно отнестись очень от вес. Любые поверхности, которые будут это зеленяться, они должны готовиться. Готовится, а потом уже черная земля. Потом уже соответствующее, в соответствии с разработанной схемой посадок, значит, высаживаться. Потом эти зеленые насаждения, нужно же ухаживать за ними. То есть система полива должна быть, то есть монтаж. Это довольно объемная работа. Предусмотрев систему полива, а все необходимые коммуникации наверняка имеются, и зелень не завянет. Да и коммунальщикам ухаживать за парком будет в разы проще. Жители города обсуждают, активно обсуждают строительство этого парка и делают разумные предложения. И хотят, чтобы власть услышала эти предложения. Поэтому считаю, что муниципалитету необходимо будет пересмотреть некоторые аспекты реализации этого проекта до того, как будет сформировано окончательное решение по объемам финансирования этого проекта. Парк за ривьерой должен быть завершен. Он часть национального проекта «Городская среда» и давняя мечта – бейчан. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. Городская среда